Перед началом видео, друзья, минутка важной информации, и нет, это не реклама и не мольба о том, чтобы вы подписались. Все мы мечтаем о действительно производительном железе. Ryzen 9 5950X, Intel Core i9, 12900K, RTX 3090. Мир по-настоящему мощных компьютеров для большинства из нас, увы, просто не досягаем. Но есть мир, который намного ближе к нам, и которому мы всегда можем помочь, но, к сожалению, этот мир мы не замечаем. Речь идёт о бездомных животных. В описании к этому видео я оставлю ссылки на приюты для бездомных животных, а также на волонтёров. Абсолютно любая помощь будет важна, даже помощь в 5 рублей. Кроме нас, люди, помочь им, увы, попросту некому. Итак, друзья, всем привет. Сегодня у нас на канале новая рубрика «Горе-сборщики». Ну и, конечно же, не забудьте написать в комментариях, насколько всё это вторично. Ну а раз уж ты собрался писать комментарий, то заодно и зацепи кнопку «Подписаться». Этим ты меня очень сильно поддержишь. Заранее спасибо. Итак, как все поняли из названия видео, сегодня у нас на операционном столе канал iGames, который насчитывает 12,5 тысяч подписчиков. И, по сути, этот YouTube-канал является рекламой их сайта по продаже готовых компьютеров. Так давайте же оценим, насколько их сборки качественны и сбалансированы. Ну а в этом ролике я вам покажу ПК, который на текущий момент стоит 60 тысяч рублей. На момент просмотра ролика цена может измениться, так что за актуальной ценой можете обратиться по ссылкам в описании. Итак, сборка компьютера за 60 тысяч рублей. Довольно распространённый бюджет на сборку ПК, но, как правильно сказал автор, в наше время действительно тяжело собрать игровую систему за 60 тысяч рублей. И да, ребят, представляете, на этапе монтажа можно вырезать вздохи. Сердцем сборки станет процессор из отряда красных, Ryzen 3 2200G. Итак, в сборке за 60 тысяч рублей мы видим процессор Ryzen 3 2200G. Это четырёхъядерный и четырёхпоточный процессор на устаревшей архитектуре со встроенным видеоядром Radeon Vega 8. Понятное дело, что четыре ядра и четыре потока это действительно мало, но встроенное видеоядро Vega 8 вполне может тянуть простенькие игрушки. Ну и самое главное, этот процессор на данный момент времени имеет стоимость приблизительно в 18 тысяч рублей, что очень дорого за его производительность. Хороший процессор на сокете IM4. Он отлично подходит для того, чтобы начать играть в современные игры. Но по мнению ребят из iGames, этот процессор отлично подходит, чтобы начать играть в современные игры. Я напомню, четыре ядра и четыре потока. Не самая удачная архитектура. И довольно низкие частоты. Материнская плата на базе чипсета B450, а срок B450M Pro. SROC B450M Pro 4. В целом, вполне вменяемая среднебюджетная материнская плата. Оперативную память поставили один модуль Light Computer 2666 МГц на 8 ГБ с таймингами CL19 с перспективой на апгрейд вплоть до 32 ГБ. Итак, в связке с процессором Ryzen 3 2200G, ребята из iGames предлагают использовать всего одну 8 ГБ планку АЗУ. Да и к тому же, низкочастотную, на высоких таймингах и от какого-то ноунейма. Стоит ли говорить о том, что процессоры AMD Ryzen, особенно на прошлых архитектурах, очень чувствительны к оперативной памяти? И с подобной одной планкой АЗУ в одноканальном режиме работы, само собой, скорости чтения и записи будут ничтожно малы. Систему поставили на SSD Netac объемом 120 ГБ. Этого хватит, чтобы разместить там Windows 10, необходимое программное обеспечение по типу офиса и браузеров, а также несколько игр не особо внушительных объемов. Например, GTA 5 туда влезет, так еще и останется достаточно места. SSD Netac на 120 ГБ, купленный по самому низу рынка. Стоит ли говорить о том, что по качеству этот SSD накопитель недалеко ушел от Алиэкспрессных Golden Fear и прочего шлака? Я бы посмотрел, как вы установите на этот SSD диск Windows, Office, необходимый рабочий софт и еще и игры. Проще говоря, банально не хватит места. Как раз для этих целей в нашу систему мы поставили жесткий диск объемом 1 ТБ на 7200 оборотов от компании Toshiba. Второй накопитель терабайтный жесткий диск. Тут без претензий, это просто классика бюджетных сборок. Нашему процессору мы подобрали самый оптимальный кулер, ID Cooling SE903. Охлаждения в принципе достаточно. Мне вот больше интересны тесты в играх, ведь мы имеем одноканал оперативной памяти на низкой частоте. Блок питания важно выбрать надежный и достаточно мощный, чтобы обеспечить стабильную работу системы, ведь от его качества напрямую зависит долголетие вашего ПК. Ну а пока блок питания, и да, я согласен, что он должен быть надежным. Поэтому мы выбрали Трикот на 450 ватт. Его мощности, как это и полагается, хватает с запасом для нашей системы. Но видим мы дешевый, некачественный блок питания Трикот, якобы на 450 ватт. Максимум по линии 12 вольт составляет 275 ватт, да и их он скорее всего не выдаст. Ну и проще, отвратительный по схемотехнике некачественный дешевый блок. Компоненты питания выполнены на совесть. Есть все современные системы защиты. Ага, конечно, на совесть. А длина кабелей позволила подключить все компоненты красиво и без проблем. Естественно, вам хватило длины проводов, ведь у вашего корпуса верхнее расположение блока питания. Корпусом у всей этой машинки будет Аеракул Томагавк. Это привлекательный корпус с красивой RGB подсветкой, прозрачной боковой крышкой и отличной циркуляцией воздуха, что очень важно при серьезной нагрузке компьютера, особенно в теплое время года. Никакой отличной циркуляции воздуха в этом корпусе и не пахнет. Да и кстати, надо было бы добавить, что боковое окно сделано из акрила. По-хорошему, это дешевый офисный корпус, но зато с подсветкой. Итак, корпус должен был быть последней комплектующей и сейчас должны начаться наконец тесты в играх. Ну а не менее важный компонент, чем процессор, это видеокарта. Блять! В текущем состоянии рынка это самый дорогостоящий компонент, который по сути определяет бюджет сборки. Очень важно найти баланс производительности между процессором и видеокартой, поэтому к нашему камешку мы выбрали самый оптимальный вариант. NVIDIA GTX 1050 Ti. Отлично. И тут я просто похлопаю. Вы взяли процессор со встроенной графикой, переплатив за него, чтобы сразу установить видеокарту. Гениально. И господи, начните уже вырезать вздохи. Это реально режет уши. Но и по итогу мы видим абсолютно отвратительную сборку якобы игрового компьютера. Четырехъядерный и четырехпоточный процессор на устаревшей архитектуре с видеоядром. И при этом видеокарта 1050 Ti. Одноканал оперативной памяти на низкой частоте и высоких таймингах. Отвратительный и некачественный блок питания. И все это приправлено офисным корпусом, но зато с подсветкой. Показывать их тесты в играх я не вижу никакого смысла. Любой человек, который хоть сколько-то разбирается в ПК-железе, прекрасно понимает, что это абсолютные дрова, а не сборка игрового компьютера. Но может быть я зря цепляюсь, и это единственная некачественная сборка на их канале? Давайте включим следующее видео. Но в этом ролике я вам покажу одну из самых популярных сборок ПК для современных игр. На текущий момент такой ПК стоит в нашем магазине около 120 тысяч рублей. Итак, это у нас сборка игрового компьютера суммой в 120 тысяч рублей. Процессор Ryzen 5 3600X, видеокарта RTX 2060 Super. В принципе, с этого ракурса мы уже видим одну очень интересную составляющую этого ПК. Но обо всем по порядку. Сердцем сборки станет процессор из отряда красных. Ryzen 3 3600X. Отличный процессор на сокете AM4. Более того, я и сам сижу на таком камешке и могу сказать, что для большинства игр его хватает с головой. Судя по твоим вздохам, сидишь ты, конечно, далеко не на камешке, но ладно. Итак, с одной стороны, Ryzen 5 3600X действительно довольно интересный процессор. 6 ядер, 12 потоков, вполне себе вменяемые частоты и плюс-минус допиленная архитектура в сравнении с предками. Но есть одно жирное но. Это его цена. По своей стоимости он напрямую конкурирует с процессором Intel Core i5-11600K, который, как все понимают, в играх покажет себя гораздо лучше. Более того, процессор Ryzen 5 5600X стоит лишь немногим дороже. И опять же, что в играх, что в рабочих задачах покажет он себя гораздо лучше. Материнская плата на базе чипсета A320, а срок A320MDVS. И к шестиядерному, 12-поточному Ryzen 5 3600X ребята берут дешевую материнскую плату на чипсете A320. Вы спросите, а какой апгрейт на 320-м чипсете до 5000-х райзенов? А вот вам ответ от ремонтяша, который поставил Ryzen 5950X на такую вот плату. Да, есть биосы, позволяющие ставить текущее поколение райзенов на такие платы. Правда, с таким монстром, как в его ролике, состояние, уверяем, не позавидуешь. Но вот с нашим камешком кипятить воду, наверное, не придется точно. А учитывая, что многие ставили даже Ryzen 3900X на такую плату, то можно даже спокойно рассчитывать на стабильную работу с пятыми райзенами. Чего, блядь? Сама по себе идея поставить Ryzen 9 3900X в дешманскую A320 материнскую плату, у которой VRM это 4 плюс 2 фазы питания без радиаторов охлаждения, звучит как минимум странно. Более того, эту материнскую плату я бы не стал рекомендовать и под Ryzen 5 3600X. VRM уж слишком слабенький. Но, по мнению ребят из iGames, все отлично, есть еще и потенциал апгрейда. Это просто печально. Оперативную память поставили два модуля, Crucial Ballistics, 16 гигабайт, 2666 МГц с таймингами CL16. Два модуля, в сумме на 32 гигабайта. Вот с одной стороны, неплохо. 32 гигабайта оперативной памяти, это Crucial Ballistics, но, увы, частота 2666 МГц. Для тех, кто не знает, далеко не каждые планки Crucial Ballistics имеют хороший разгонный потенциал. Да и к тому же, у вас магазин готовых компьютеров. То есть, как правило, для людей, которые не особо разбираются в железе. Само собой, никто даже не будет пытаться разгонять эти планки. Систему поставили на SSD Samsung 870 EVA объемом 250 гигабайт. Жесткий диск объемом 1 терабайт на 7200 оборотов от компании Seagate. А вот SSD накопитель в этой сборке действительно хороший, тут без претензий. Также дефолтный терабайтный жесткий диск, тоже без претензий. ID Cooling SE903. Его мощности хватает, чтобы охлаждать наш процессор даже при самых тяжелых нагрузках. И снова такой же кулер, как и в прошлой сборке. Но если там он смотрелся вменяемо, то в сборке за 120 тысяч рублей очень странно наблюдать бюджетную башню с типом подключения 3PIN. Блок питания поставили AeroCool VX Plus на 600 Вт. Его мощности, как это и полагается, хватает запасом для нашей системы. Компоненты питания выполнены на совесть, есть все современные системы защиты, а длина кабеля позволила подключить все компоненты красиво и без проблем. Ёбаный рот этого казино, бля! Блок питания. AeroCool VX. На 600 Вт. Мне стоит вообще хоть что-то говорить. Но ребята из iGames считают, что компоненты этого блока питания выполнены на совесть. Это максимально отвратительный блок питания. Никаким качеством здесь и не пахнет. Подобные блоки я не буду рекомендовать даже для простеньких офисных сборок. Они даже в комментариях ответили человеку, что модель этого блока питания вполне удачная. И я напомню, у них есть свой магазин по продаже готовых компьютеров. Мне просто страшно представить, какой ад творится в сборках. Корпусом у всей этой машинки будет формула F3401. Это привлекательный корпус с красивой RGB подсветкой, прозрачной боковой крышкой и отличной циркуляцией воздуха, что очень важно при серьёзной нагрузке компьютера, особенно в тёплое время года. Не сказал бы я, что у этого корпуса прям отличная циркуляция воздуха. Но он гораздо лучше, чем кейс с предыдущего видео. Ну и в целом по сборке. Неверный выбор процессора, ибо за эту стоимость можно было бы найти решение гораздо производительнее. Неверный выбор материнской платы, ибо чипсет A320 и система питания процессора 4 плюс 2 фазы без радиаторов охлаждения. Неверный выбор видеокарты, ибо за стоимость RTX 2060 Super можно приобрести RTX 3060 Ti, которая порядком производительнее. Про блок питания вообще молчу. Это абсолютный мусор. Никогда, повторяю, никогда не приобретайте подобные блоки питания. Низкочастотная оперативная память, хоть и 32 гигабайта объёма. Логичнее было бы взять два 8-гиговых модуля, но на хорошей частоте и таймингах. Проще говоря, очередная некачественная горе сборка. Но может быть всё так плохо только в сборках на ютубе. Давайте зайдём на их сайт и посмотрим их компьютеры. Быть может и сборки будут более сбалансированы, и комплектующие будут порядком качественнее. Ну и собственно, вот их сайт iGames. Что же нас тут ждёт? Компьютер за 317 990 рублей. Состоит он из Ryzen 3 3200G и видеокарты RTX 3090. B. Баланс. Четырёхъядерный процессор на встроенном видеоядре с достаточно низкой производительностью и RTX 3090. SSD на 256 гигабайт и терабайтный жёсткий диск. В сборке за 317 990 рублей. Хорошо. Следующая сборка особо ничем не отличается. Только объёмом накопителей и объёмом оперативной памяти. Всё тот же четырёхъядерный процессор в паре с RTX 3090. Интересно, ребят. Интересной конфигурации. Но давайте посмотрим на что-то подешевле. На что-то для смертных. Например, компьютер за 64 990 рублей. Из чего же он состоит? Из старого i5-3470, 16 гигабайт оперативной памяти, 120 SSD, 500 гиговый жёсткий диск и RX 550 на 4 гигабайта. Этот компьютер они назвали игровой. И продают его за практически 65 тысяч рублей. Ребят, вы охренели? Это очень дорого. За явно БУ-компьютер. Новым здесь может быть только SSD, хард и видеокарта. Да и то не факт. И опять же в офисном, толком не продуваемом корпусе. Давайте же посмотрим. Какая здесь материнская плата? Сколько модулей оперативной памяти? Хм. Наличие любой модели и производители. Уточняйте. 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 Только написали про корпус и Windows 10 Pro. Она ведь действительно нужна обычному рядовому юзеру компьютера. Ох, боже мой. Давайте посмотрим на следующую сборку. Уже явно из новых комплектующих. Стоимость практически 107 тысяч рублей. Процессор i5. 11400F, 16 гигабайт оперативной памяти, 120 гигабайт SSD, жесткий диск терабайт и 6500XT. Казалось бы, более-менее вменяемая сборка. Само собой, нам опять пишут, уточняйте, уточняйте. Но мы сразу видим материнскую плату на чипсете H510. И оперативную память на частоте в 2666 МГц. Не удивлюсь, если в одноканале. Далее. Блок питания 500 Вт. Здесь не написано какой. Но все мы видим. Все мы видим. AeroCool VX+. Все это собрано в абсолютно непродуваемом кейсе. Это AeroCool Cyclone. Это ужасный корпус на самом деле. Все, что в нем есть, это вот эта полоска подсветки. Больше в нем нет ничего. Боковое окно. Это акрил. Продув нулевой абсолютно. Вот это вот маленькое отверстие. Это единственное место притока воздуха. Также мы видим небольшую башенку. Я просто напомню, что энергопотребление процессора 11400F может достигать 130 Вт. И все это охлаждается небольшим башенным кулером. И все это установлено в H510 материнскую плату. Браво iGames. Топовые сборки. На самом деле нет. Что же по итогу. Ребята из iGames в принципе не разбираются в ПК комплектующих. Их готовые сборки не назвать качественными. Подачу материала не назвать грамотной. По сути ребята просто зарабатывают деньги продавая довольно посредственные и некачественные сборки компьютеров. Ну и естественно моя рекомендация. Обходите этот магазин стороной. Ну и да. Начните уже вырезать вздохи в видео. Это реально больно слушать. Ну а на этом у меня наверное все. Всем огромное спасибо за просмотр. Аргументированная критика в комментариях конечно же приветствуется. Также напишите как вам новая рубрика и стоит ли ее продолжать. Всех обнял и всем пока. Надеюсь на просторах ютуба мы с вами еще увидимся. Всем мир друзья. Субтитры сделал DimaTorzok